Привет, друзья! Сегодня разберем аппликатурные принципы для 10 гамм от черных клавиш. Поехали! Нужно запомнить несколько правил в гаммах от черных клавиш, и проблема, каким же пальцем там играть, навсегда будет решена. Давайте рассмотрим пять мажорных бемольных гамм. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, рэ бемоль и соль бемоль мажоры. Первая тональность си бемоль мажор. В ней два знака си бемоль и ми бемоль. Нужно запомнить правило, что ваш четвертый палец в правой руке всегда будет играть в этих гаммах на клавишу си бемоль. Проверяем. Начинается гамма со второго пальца, а далее в позиции 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Удобно. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Вот ваш си бемоль и четвертый палец. И заканчивается она тоже на четвертом пальце. Вниз. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. И опять 3, 2, 1. И заканчиваем на втором пальце. А правило для левой руки такое. Ваш четвертый палец совпадает с последним знаком в этой тональности. Вспоминаем в си бемоль мажоре два бемоля. Си бемоль и ми бемоль. Значит, четвертый будет играть на клавишу ми бемоль. Проверяем. Начинается с третьего. Ми бемоль четвертым пальцем. И четыре пальца подряд. Три пальца подряд. То есть пальцы играют в позиции все время. Позиция-то когда пальцы... Вот, позиция у вас 4. 1, 2, 3. Ми бемоль четвертым. 1, 2, 3. Вот еще одна позиция. И снова ми бемоль. И заканчиваем на си бемоль третьим пальцем. Попробуем объединить обе руки. Внимание! Четвертый в левой. Четвертый в правой на си бемоль. В левой на ми бемоль. И вниз. В си бемоль четвертым. Ми бемоль четвертым. Следующая гамма будет с тремя бемолями. И в ней будут точно такие же правила для правой и для левой руки. Си бемоль, ми бемоль и ля бемоль. Три бемоля. Смотрим в правой руке. Си бемоль. И вновь четвертый палец. Си бемоль, внимание, четвертым пальцем. И вниз. А в левой руке есть еще один способ, как найти четвертый палец. Например, если вы не знаете, что в ми бемоль мажоре три бемоля, си бемоль, ми бемоль и ля бемоль. Нужно посчитать четвертую клавишу от той ноты, в которую гамму вы собираетесь играть. Мы играем ми бемоль мажор. Считаем четыре ноты вверх. Ми, фа, соль, ля. Проверяем по нашей считалочке. Три бемоля, си, ми, ля. Значит, четвертый играет на ля бемоль. То есть, есть два варианта, как найти, на какую клавишу ему играть. Начинается с третьего, ля бемоль четвертым. Еще один ля бемоль четвертым. И вниз. Все получилось. Давайте теперь объединять обе руки вместе. Здесь второй, здесь третий. Еще чем гамма удобна, смотрите, четвертый в левой и тут же четвертый в правой руке. То есть, по очереди, третий совпадает. Четвертый в левой, четвертый в правой. То есть, в каждой гамме есть свои фишечки, которые будут помогать вам при соединении обеими руками. Следующая гамма. Ля бемоль мажор. Четыре бемоля. Си, ми, ля, ре. И здесь нужно быть внимательным, потому как в правой руке мы договорились, что четвертый всегда играет на си бемоль, но первый си бемоль вы будете играть здесь третьим пальцем, потому как пальцы идут в позиции, и вы не можете играть четвертым пальцем. В этом видео я рассматривала гаммы от белых клавиш и уже говорила об этом правиле, поэтому внимательно си бемоль через октаву вы действительно сыграете четвертым пальцем вот здесь. Вот оно. А в левой точно такие же правила. На четвертую клавишу или на последнюю ноту, с которой совпадает знак. В ля бемоль мажоре четыре бемоля. Си, ми, ля, ре. Считаем. Раз, два, три, четыре. Действительно нота ре. Играем отдельно левой. И вниз. Внимание. Ре бемоль четвертым. Объединяем обе руки. В правой руке. Играем на си бемоль четвертым. Вот он. Внимание. Теперь в левый на ре бемоль. И вниз. Ре бемоль в левой. Си бемоль в правой. По очереди четвертые играют. Здесь помните, что третий. Что ж, следующая гамма. Ре бемоль мажор. Несмотря на большое количество знаков, в ней будут все пять бемолей. Она очень удобная. Сейчас поймете почему. Начинается, смотрите, здесь с третьего, здесь со второго. Аппликатурные принципы те же, что и в предыдущих гаммах. Здесь чем удобна эта гамма? Потому как у вас на черных клавишах аппликатура всегда в зеркальном варианте. То есть если здесь третий, второй, значит справа и второй. Если здесь второй, третий, четвертый на черную, то в левой четвертый, третий, второй. И у вас попадается в гамме всего две белые клавиши. Фа и до, которые играются первыми пальцами. Очень удобно. Смотрите. Первый. А далее вместе. Опять первый. Вместе второй, третий, третий, второй. То есть очень удобная тональность, несмотря на большое количество знаков. Поэтому не бойтесь играть гаммы, где много бемолей или диезов. Ну что ж, друзья, и пятая мажорная бемольная тональность. И здесь нужно быть внимательнее, потому как для левой руки есть в нашем правиле исключение. И оно именно здесь. То есть мы помним, что играем все время на четвертую клавишу четвертым пальцем. Но здесь мы начинаем с четвертого пальца, потому как здесь такие же принципы, как и в предыдущей гамме. Когда мы играли в позиции по черным клавишам. Четыре, три, два, два, три, четыре. Здесь будет три, два, три, три, два. Смотрите. И первые тоже будут играть вместе на белую клавишу. И вниз. То есть здесь действительно на си бемоль четвертый играет по правилам, а здесь на соль бемоль. Ну на самом деле вам и не захочется ту гамму, начиная с другого пальца. Если вы ее начнете с третьего, вы попадаете первым пальцем на черную клавишу. А я уже говорила, что первые пальцы не играют на черную клавишу ни в одной из двадцати четырех гамм, которые мы будем с вами изучать. Ну что ж, друзья, теперь нам нужно с вами разобрать пять минорных диезных тональностей. Фа диез, до диез, соль диез, ре диез и ля диез миноры. И здесь нужно понять, какие же правила действуют. Вновь наши четвертые пальцы заметили, что все десяти гамм задействованы с четвертым пальцем правила. Для левой руки нужно запомнить, что во всех диезных минорных тональностях четвертый палец будет играть на фа диез. Давайте посмотрим первую гамму, фа диез минор. В ней три диеза, фа диез, до диез и соль диез. И мы как раз начинаем с фа диеза четвертым пальцем. Пошли мрачные тональности, минорные. И вниз. Четвертый на фа диез. А в правой руке наш четвертый палец будет совпадать, думаю, уже догадались, с последним знаком в тональности, в который мы играем. Фа диез минор, у нас с вами фа до соль. Значит, четвертый палец будет играть на соль диез. Только будьте внимательны, в этих гаммах он попадается только через одну октаву. То есть вот у вас октава, это восемь клавиш. И он попадется только через одну октаву, вот здесь на соль диез. Потому как я уже вам говорила о позиции. Мы начинаем со второго пальца и не можем здесь взять четвертый. Пальцы в позиции должны идти по порядку. То есть один, два, три. Второй, третий. И вот ваша клавиша соль диез. Фа, до, соль. На этом знаки заканчиваются. И вниз. Внимательно на соль диез играем четвертым пальцем. Попробуем объединить обе руки. С четвертого начинаем, а в правой через октаву будем играть только четвертым. Смотрите, четвертый в левый и четвертый в правый. Удобно, прям по очереди играют. Внимание, четвертый в правый, четвертый в левый. Здесь третий и второй. Следующая гамма с четырьмя диезами. Фа диез, до диез, соль диез и ре диез. У нас в тональности до диез минор. Для левой руки будут действовать те же правила. На фа диез мы всегда играем четвертым пальцем. Проверяем. Четвертый. Работает. На самом деле, это сплошная математика, друзья. Запомните несколько правил и несколько аппликатурных формул. И никаких проблем с пальцами в гаммах у вас не будет. Никогда. А в правой руке есть еще один вариант, как и в бемольных. Помните, когда для левой руки было два правила? Мы говорим о том, что это либо последний знак в этой тональности, и четвертый совпадает с ним, или же это вторая клавиша. То есть у вас до диез минор, вторая клавиша ре диез. Но мы помним, что в этих гаммах четвертый играет через одну октаву. То есть нужно от до диеза прийти к до диезу. И вот следующая нотка играет с четвертым пальцем. Проверяем по нашему правилу. Четыре знака в тональности. Фа, до, соль, ре. Четвертый попадает действительно на ре диез. Смотрим. Через одну октаву. Вот он. И вниз. Внимание, ре диез четвертым. Объединяем. В левой на фа диез, в правой на ре диез. Четвертый в левой. Четвертый в правой. В левой. И заканчиваем на третьем. В левой. В правой. Всегда поучительные четвертые играют. Ну что ж, и теперь у нас будет тональность, где будут все пять диезов. Тональность, соль, диез, минор. Для левой руки по-прежнему действует правило, что четвертый играет на фа диез. Вот он. Вниз. Фа диез четвертым. А в правой руке, если у нас пять диезов, давайте попробуем посчитать, на какую же клавишу будет четвертый палец. Фа, до, соль, ре, ля. Ноля диез. Действительно. Либо это вторая клавиша вашей гаммы. Вторая? Вторая. Только помним, что он встретится только через одну октаву. Объединяем. В левой и в правой. Здесь очень удобно, потому как пальцы совпадают. И вниз. Смотрите. 4, 3, 2. 2, 3, 4. Ну что ж, друзья. Теперь следующая гамма. Ре диез минор. Смотрим, что же происходит у нас в левой руке. Фа диез совпадает? Совпадает. То есть правило сохраняется и для этой гаммы. Вниз. А вот в правой руке нужно быть внимательным, потому как у нас с вами говорили мы о том, что вторая клавиша всегда играется четвертым пальцем. Но в этой гамме четвертый будет переходиться на ля диез. Гамма исключения. Нужно это запомнить. Смотрите. Потому как, опять же, все из-за позиции пальцев. Вот они идут в позиции. Им так удобно. Все идет от удобства. Вот он ваш ля диез четвертым пальцем. Тоже на самом деле удобная гамма. И вниз. Четыре пальцы. Четвертый палец. Третий. И снова четвертый. Объединяем двумя руками. Смотрите. Четыре-три-два, как зеркало опять. Первый на белую. Здесь два-три-три-два. То же самое, как у нас было с вами с бемольными двумя тональностями, которые мы сегодня разбирали. Удобная. Зеркальная аппликатура. И осталась с нами. У нас с вами одна диезная гамма. Ля диез минор. Друзья, здесь будут действовать те же принципы, что и в предыдущей гамме. Ля диез вы будете играть четвертым пальцем. Попробуем. Ну, естественно, не сначала. Начинаем мы со второго. Вот он ваш фа диез в левый, как всегда, с четвертым пальцем. И вот он ля диез. И те же самые аппликатурные принципы, когда зеркальная у вас аппликатура. Смотрите, как удобно. Три-два, два-три. Четвертый. Четвертый теперь в левый. Когда есть четкие правила и аппликатурные принципы в голове, тогда неважно, какую гамму играть. С одним знаком или с пятью. На нашем канале много уроков по гаммам, поэтому обязательно подписывайтесь, ищите нужный вам урок, ставьте лайк, если он вам понравился, и пишите обязательно в комментариях ваши вопросы. Я всегда стараюсь на большинство из них отвечать. А с вами была Евгения Торжкова. До новых встреч, друзья. Продолжаем любить музыку.